Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень вкусное первое блюдо – томатный суп-пюре. Этот вегетарианский рецепт по Айурведе называется «Томатар-К-суп». Да, я снова обращаюсь к ведической кулинарии, ведь именно по ее рекомендациям можно приготовить самый полезный суп из помидоров. Индийская кухня касательно супов, как правило, предлагает блюда в виде пюре, и наш рецепт не исключение. В такой форме организму легче переваривать супы и усваивать из них максимум питательных веществ. Айурведы рекомендуют употреблять томатный суп-пюре не чаще двух раз в неделю. Он обладает согревающим и немного послабляющим действием. Смотрите видеорецепт до конца, я поделюсь вегетарианским и веганским вариантом приготовления, а также расскажу, с чем можно подавать это блюдо. И переходим к рецепту. Нам понадобятся свежие помидоры 2 кг, питьевая вода 2 литра, топленое масло кхи 4 столовые ложки. Рецепт масла смотрите в подсказках. Молотый кориандр 1 чайная ложка, асофетида 1 четвертая чайной ложки, соль по вкусу, тростниковый сахар 1,5 столовые ложки, молотый черный перец четверть чайной ложки, молотый красный перец чили тоже четверть чайной ложки, сливочное масло 2 столовые ложки, пшеничная мука 2 столовые ложки, свежее коровье молоко 425 мл, четверть лимона и свежая кинза 1 пучок. А теперь я расскажу, как приготовить суп. Вначале ставим кипятиться воду. В ней мы будем бланшировать, то есть ошпаривать помидоры. Пока вода доходит до кипения, томаты нужно вымыть и сделать надрез в виде крестика на нижней части каждого плода. Так будет проще снимать кожу с помидор. Также, пока вода закипает, можно подготовить все специи, чтобы они были под рукой. Как только вода закипит, отправляем в нее помидоры на 2-3 минуты. Аккуратно вынимаем, отделяем кожицу от плодов, а также очищаем помидоры от серединок. Из очищенных томатов нужно приготовить пюре. Для этого мы воспользуемся блендером. Если он у вас достаточно мощный и может измельчить помидоры вместе с кожурой до однородной массы, то их можно не бланшировать, а сразу отправить томаты в блендер. Если же у вас нет блендера, то можно подержать помидоры в кипящей воде чуть дольше, минут 10. Они станут достаточно мягкими. И тогда их можно будет протереть руками через дуршлаг или сито. Получится мини-однородная консистенция, но таким вариантом тоже можно воспользоваться. Далее разогреваем на среднем огне кастрюлю с толстым дном. Добавляем масло кхи. В разогретом масле обжариваем несколько секунд асафетиду и кориандр. Если вы будете готовить веганский рецепт, то можете обжарить специи в растительном масле, например, кокосовом. После этого отправляем к специям томатное пюре. Перемешиваем. После закипания ставим минимальный огонь и варим 20 минут. Пока суп варится, приготовим белый соус. Для веганского рецепта он не нужен. Предварительно нужно просеять муку, чтобы не образовывались комочки. Для соуса необходимо нагреть в сотейнике сливочное масло на среднем огне. Когда масло растает и разогреется, добавляем пшеничную муку и тщательно перемешиваем до золотистого цвета. Медленно вливаем молоко, постоянно перемешивая содержимое кастрюли. В процессе делаем огонь тише, чтобы соус не бурлил. Через несколько минут соус загустеет. В томатный суп-пюре добавляем соль, тростниковый сахар, черный и красный перец. Перемешиваем. Туда же вливаем белый соус. Я оставлю немного соуса на украшение блюда. Из четверти лимона выдавливаем сок прямо в суп. Для украшения супа я вливаю часть белого соуса прямо в середину тарелки и с помощью зубочистки делаю узор. Приятного аппетита! Таким образом, если вы обжаривали специи на растительном масле и не добавляли белый соус в суп, у вас получился веганский рецепт. Как видите, это весьма быстрый суп. Его приготовление не занимает много времени. Блюдо прекрасно сочетается с белым рисом сорта басмати. В другом видео я расскажу, как его правильно приготовить. Ссылка будет в подсказках. Также в Индии к супам-пюре практически всегда подают лепешки чапати. Их рецепт тоже появится в подсказках. И еще один вариант – мой любимый с жареным паниром. Так в индийской кухне называется домашний сыр из свежего молока. Его рецептом я тоже обязательно поделюсь. Ссылка появится в подсказках. Все эти варианты можно совмещать, и тогда получится вкуснейший сытный обед. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео и пишите комментарии. Лайки очень сильно помогают в развитии канала. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы оповещаем вас о новых видео, статьях, новостях и делимся прочей полезной информацией. Все ссылки смотрите в описании. До встречи и доброго вам здравия!